Холод большой, зима здорова, но блузы прилипли к потникам. Под блузами коммунисты грозят дрова на трудовом субботнике. Мы не уйдем, хотя уйти имеем все права. В наши вагоны, на нашем пути, в наши грузим дрова. Мы можем уйти часа в два, но мы уйдем поздно. Нашим товарищам наши дрова нужны, товарищи мерзнут. Работа трудна, работа томит, за нее никаких копеек. Но мы работаем, будто мы делаем величайшую эпопею. Мы будем работать все стерпя, чтоб жизнь колеса дней торопя бежала в железном марше. В наших вагонах, по нашим степям, в города промерзшие наши. Дяденька, что вы делаете тут, столько больших детей? Что? Социализм, свободный труд, свободно собравшихся людей. Друзья мои, душа моя помочь вам выстоять, стремиться. В единстве сила, вот тот меч, что поразит врага сильнее оружия. И сила духа, вот стена, что станет между тьмой и светом. И мир спасется только духом, и светом разума священным. И истина, как вспышка света, вмиг озарит потокшее сознание и пробудит в душе любовь. Ведь тьма бессилна перед ней. Как ни старается сейчас огонь любви, смертелен для нее любви к Всевышнему. И лишь тогда, когда мы все объединимся ради общей цели, мы понесем по миру свет. Свет тут есть мудрость и любовь. Тогда достойно мы дадим отпор всему тому, что нам так жить мешает. И истина, что так старалась тьма от нас сокрыть уж многие века, она для всех будет открыта. Секреты мирозданий, законы всей Вселенной доступны станут всем, кто их познать захочет. И мудрость, что копили мы трудом столь многих воплощений, душе откроется, как озарение. В единстве сила. Спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте. Я прочитаю отрывок из монолога Чацкого, из пьесы «Горе от ума». А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни им вражда неприменима. Суждения черпают из забытых газет, времен очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журьбе, поют всю песнь одну и ту же, не замечая о себе, что старее, то хуже. Где, укажите нам, отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты, защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудя палаты, где развиваются в пирах и мотовстве, и где не воскресят клиенты иностранцы, прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты, обеды, ужины и танцы? Не тот ли вы, кому меня еще спелен для замыслов каких-то непонятных, дитей водили на поклон? Тот, Нестор, негодяев знатных, толпою окруженный слуг, усердствуя они в часы вина и драки, и честь, и жизнь его, не раз спасали. Вдруг на них он выменял борзые три собаки? Или вон тот еще на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей. Сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву дивиться их красе, но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке.